РАУ Главная особенность атомной энергетики, в отличие от других источников получения энергии, является накопление радиоактивных отходов, которые образуются практически на всех стадиях ядерно-топливного цикла. РАУ – особый вид радиоактивных материалов различного агрегатного состояния. Они классифицируются по разным признакам – агрегатному состоянию, периоду полураспада, удельной активности, составу излучения и т.д. По агрегатному состоянию наиболее распространенными являются жидкие РАУ, которые образуются в производственных процессах атомных электростанций. Обращение с радиоактивными отходами – важная задача на этапе эксплуатации и снятия с эксплуатации энергоблоков. В Украине деятельность по обращению с РАУ попадает под действие ряда законодательных актов, а именно законов Украины об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, о защите человека от влияния ионизирующего излучения, об обращении с радиоактивными отходами, об общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами. За время работы и ликвидации последствий аварии на четвертом блоке, а также в процессе снятия с эксплуатации энергоблоков, на площадке Чернобыльской атомной электростанции скопилось достаточное количество жидких радиоактивных отходов, которые хранятся в специальных хранилищах. В июле этого года начал свою работу завод по переработке жидких РАУ. Завод рассчитан на переработку жидких радиоактивных отходов в течение десятилетнего периода эксплуатации. Его минимальная проектная мощность – 2500 кубометров необработанных жидких РАУ в год. Завод находится в непосредственной близости с хранилищем жидких РАУ, с которым связан системой технологических трубопроводов, проложенных в закрытой эстакаде. В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и преобразуются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАУ. Переработка ЖРО идет в рамках разрешения госатомрегулирования Украины. С основными принципами работы завода нас знакомит Сергей Николаевич Олейник, ведущий инженер по переработке радиоактивных отходов. На территории станции есть емкости ХЖО, ХЖТО, в которых накоплено около 20 тысяч кубических метров жидких радиоактивных отходов. В настоящее время завод технологии позволяет перерабатывать три вида жидких РАУ. И он на обменные смолы, как вы знаете, кубовый остаток и отработавшая пульпа фильтра перелита. У нас есть разрешение и технология нам сейчас позволяет перерабатывать кубовый остаток. Кубовый остаток мы перерабатываем прямо с емкости, предварительно делая анализ. У нас есть дозвилл ветповидный на переработку кубового остатка на заводе без дополнительного процесса доупаривания. Технология нас позволяет это делать. Не менее 300 грамм на литр. По последней характеризации мы имеем 315-316 грамм сухого остатка в этой емкости. Мы вполне знаем, подобрали под этот процесс рецептуру и, соответственно, приступим к переработке. Это 316-314 грамм на литр, это не критично. Поэтому мы пока перерабатываем напрямую без дополнительного доупаривания. Есть там нюансы по поводу агранических соединений. Когда заработает установка очистки от трансурановых и агранических соединений, мы сможем доупаривать у нас. Мы находимся на щите управления и начинаем мы с приема жидких радиоактивных отходов в нашей емкости. У нас их 3. Каждая емкость объемом 20 метров кубических. У нас сейчас идет переработка пятой партии. Пятая партия была за несколько приемов принята в 13-ю емкость. Охарактеризована. Лабораторный анализ был полностью сделан. Физико-химические и радиохимические свойства. Исходя из этих данных, мы для себя определили рецептуру дальнейшей переработки. И, собственно говоря, начали технологический процесс переработки. На прошлой неделе мы ранее выработали 11-й бак. Мы его опять заполнили кубовым остатком. Сделали полный анализ. Охарактеризовали. И в ближайшее время у нас эта партия закончится. Мы приступим и присвоим партию номер 6. И начнем переработку этой конкретной партии. Объем ее в настоящее время составляет около 19 кубов. Ну, 18-970. Есть у нас основной химический процесс, вспомогательный. Ну, вспомогательный – это все системы, которые поддерживают и помогают нам вести технологический процесс переработки жидких радиоактивных отходов. Следующий процесс у нас – это смешивание тех принятых жидких радиоактивных отходов с цементом. Технология цементирования. Мы цементируем радиоактивные отходы. Для этого у нас есть соответствующее оборудование, миксер, в который мы подаем кубовый остаток и сухие компоненты. В настоящее время мы используем цемент LCM-1400, который нам рекомендовал. И по рецептурам мы разработаем научно-исследовательский институт о мягущих материалов киевских. Все это у нас прописано в техспецификации, в регламенте эксплуатации за пожаро. И вот мы перерабатываем. Оператору системы видеонаблюдения за технологическим процессом позволяет вести визуально, а не только по показаниям, цифрам, по графикам, что тоже у нас очень хорошая система. Можно отслеживать килограммы, секунды, минуты. Все это можно в реальном времени. Ну и визуально наблюдать за качеством переработки, качеством выгрузки, процессом заполнения упаковок радиоактивных отходов. В чем заключается переработка? Процесс сементирования. Замешанные кубовые остатки, в нашем случае жидкие радиоактивные отходы с цементом, получаем цементный раствор, мы выгружаем их в 200-литровые металлические бочки. Бочки являются формообразующими. Сюда входит по рецептуре по последней около 107-109 килограмм кубового остатка, 220-225 килограмм цемента. Выгружается, закрывается крышкой, идет в соответствующий зал под систему обращения. Пустые бочки, узел заливки, который вы видите на мониторах. Далее с позиции 4, это позиция пробы отбора. Заключается в чем? Мы для подтверждения качества продукции, упаковки радиоактивных отходов, передиски берем раствор в лаборатории, и она его характеризует на выщелачивание, на прочность. Основные критерии, которые нам выставляет оператор хранилища в части приемки. Поэтому каждую 20-ю мы берем бочку. Мало того, что мы исходный рау характеризуем, мы характеризуем и проверяем качество конечного продукта. Дальнейшее мы перемещаемся на позицию 5. Позиция 7 – это большой зал выдержки, помещение 128, где у нас упаковки радиоактивных отходов отстаиваются минимальный срок, это 7 дней. Вы видите готовые упаковки радиоактивных отходов. У нас шкала созревания, мы ее так называем. Красные упаковки. Свет говорит о том, что эти упаковки находятся 7 и более дней в зале выдержки, то есть они готовы к отправке. Это буквально свежие упаковки вчерашние. Мы вчера сделали 12 упаковок, вот они зелененькие есть. Желтый, синенький цвет – это процесс созревания по шкале. Вот в настоящее время у нас такое количество упаковок на готовых, переработанных. Оператор, крановщик управляет этим процессом с помощью систем видеонаблюдения, систем координат, дистанционно. У нас каждая бочка учтенная, начиная со старта, ей присылается номер, штрих-код распечатывается, в которой зашита вся информация. В процессе переработки формируется база данных в части радионуклидного состава. То, что я вам говорил, характеризуется, да, емкость. Системы весоизмерений дают, и эти данные входят в паспорт на упаковку радиоактивных отходов. Вес РАО, вес цементной матрицы. Общая загрязненность, мощность дозы от упаковки радиоактивных отходов. Все это формируется в паспорте, и это является документацией сопроводительной, которую мы отправляем на захоронение. Она вся формируется в базе системы учета и регистрации. Все эти данные хранятся, передаются в электронном виде, в бумажном виде, и, соответственно, хранятся на носителях, потому что предполагается до 300 лет хоронения. После 7 дней на позиции 8 мы ее, соответственно, перепроверяем. У нас есть оборудование, которое позволяет проверить качество. Застыл, не застыл, какие показатели, какие миопоскали, какие. При положительных результатах, а в настоящее время пока все соответствует, потому что многоуровневый контроль, технологии не нарушаются, соответственно, у нас получается получить тех результатов. И, как правило, у нас все кондиционные бочки. Мы проверяем радиомониторинг, мощность дозы, поверхность загрязнения упаковки радиоактивных отходов. При отсутствии замечаний мы закатываем упаковку, и она готова к погрузке в транспортные упаковочные комплекты, погрузке на спецавтотранспорт и отправка на захоронение при поверхностной хранилище на СПХТРО. Поэтому мы сейчас управляемся в 30 минут на упаковку, 15 упаковок, 30 минут – это 7 часов. Остальное – это обслуживание оборудования. У нас система вентиляции работает, система кондиционирования. Сейчас мы ее остановили, как бы погодные условия позволяют, да, но это у нас холодильная машина, это насосное оборудование. Система вентиляции, там перепады фильтров, порядки технического обслуживания, оператор должен это сделать. Все системы, которые вспомогательны и участвуют в процессе переработки, нам нужна чистая вода постоянно, это насосы, это давление. Нам нужен сжатый воздух, там тоже свои нюансы, проблемы. У нас, вы знаете, КСН есть, да, которые компрессионные станции, да, у них свои регламентные работы, у них там регенерация, переходы и так далее. Мы проваливаем давление, а наше оборудование в части требований к параметрам того же сжатого воздуха очень, ну, требуется. Ниже 5 килограмм на сантиметр, оно уже не работает. Поэтому это в порядке. Мы делаем паузы, им позволяем регенерацию, сделать то, что у нас и качество к сухому воздуху, потому что сухой воздух у нас есть, условно говоря, инструментальный воздух, это обычный сжатый воздух, достаточных параметров, которые можно тут использовать. И воздух-пневмосистем, продувки, исполнительные механизмы работают на качественном воздухе. Это не только давление, это и точка росы, чтобы он был сухой, да, ну, соответственно, очищенные от механических примесей и других вещей. Роликовый гравитационный конвейер, он немножко под углом, и бочки под собственным весом потихоньку подъезжают к там, где уже механика их захватывает и транспортирует на переработку. И процесс начинается с установки бочки, там называется принтер штрих-кодов, вносятся данные на бочку, ее номер и так далее, распечатывается штрих-код с соответствующими уже вносимыми данными, наклеивается на бочку, и бочка полностью мониторится от старта до выезда, система считывает, постоянно она учитывает каждую позицию, прошла, где находится, все вносится в базу данных, так называемая система учета и регистрация. Поэтому таких нюансов очень много, много. Вот это боксы, они есть и там внизу, где, собственно говоря, мы берем пробы для последующего анализа, пробы не только самого кубового остатка, да, а и вторичных РЗВ, которые мы продуцируем. Это система уровней меры, дублирующая уровней меры по емкости, по объему переработки приемных емкостей. Это бак запаса. Если вдруг мы потеряем давление, у нас этого запаса по расчетам достаточно безопасно закончить технологический процесс и сделать те операции по умывке оборудования, чтобы мы не получили проблему с застывшим цементом. А насос, соответственно, все в автоматике работает, подпитка, постоянный запас. Он контролируется и мониторится со счета. У нас повышенные требования к качеству сжатого воздуха. Это даже тот хорошего качества воздуха, который мы получаем от компрессорных собственных нужд. Мы здесь его доосушиваем, доочищаем. Система спецгазоздувки. Смысл ее работы заключается в создании разрешения в тех помещениях и в том оборудовании, где находятся радиоактивные отходы. Воздух, который системы эти откачивают с этих помещений, очищается от влаги, осушается, фильтруется. И, соответственно, выбросы мониторятся, контролируются с службой цеха районной безопасности. За стеной фильтровальная. Это два резервных вентагрегата. Это вентиляция зоны строгого режима. Это вентиляция лаборатории. Все двойное дублирование. И вытяжная сбросная труба мониторится все выбросами. Поэтому все под контролем. Учет постоянный. Цех районной безопасности снимает показания. Техобслуживание ремонта идет регулярно. Постоянно. Увидели людей, РМЦС. В частности, сегодня параллельно работают. Идут по текущему обслуживанию и ремонту арматуры. Кранами занимаются. Оборудования много. Есть график у РМЦС. Они ходят, выполняют регламентные операции в части техобслуживания, ремонта. Чтобы оборудование свое поддерживать, работоспособность. И, собственно говоря, паузы не было у нас. Живой объект, когда все направления работают. А с УТП программисты постоянно присутствуют. Им даже график работы поменяли. Инженерная группа. Программы сложные. В общем, система автоматического управления технологическим процессом. Блокировки, нюансы, уровни доступа. На этих местах сидят операторы, переработчики радиоактивных отходов. Ребята, которые управляют этим технологическим процессом. Ребята, которые следят за всеми параметрами работы оборудования. Средняя производительность наша 10-15 упаковок радиоактивных отходов. Ну, как правило, 12. Потому что с учетом опыта переработки мы понимаем, что надо уделять время на обслуживание миксеров. Дневная смена с 8 до 8 вечера стартует с загрузки упаковок, которые находятся в ТУКах, на спецавтотранспорт и отправки на захоронение. Вы сегодня видели. С учетом того, что оператор хранилища начинает работать с утра, мы с утра отправляем эти упаковки. Упаковки ушли. Ребята параллельно запускают процесс технологической переработки ЖРО. Переработка идет у нас, как правило, до пяти вечера, до полшестого, до полпятого. Ну, это уж как получится. До сдачи смены ребята занимаются подготовкой оборудования, обмыв, очистка, оформление документации, то есть оперативная документация, документация по учету ЖРО. И передают вечером смену. Ночная смена, собственно говоря, занимается обратным процессом загрузкой отстоявшихся упаковок радиоактивных отходов в ТУКе. Она формирует документы, паспорта на эти упаковки. И утром дневная смена получает готовые загруженные упаковки радиоактивных отходов с документами. У нас много процедур в части загрузки, потому что у нас есть воинская часть, представители воинской части, которые по процедуре контролируют. В связи с тем, что у нас ТУК, он пустотелый, они присутствуют и контролируют загрузку упаковок до закрытия крышки, опечатывают. То есть это тоже время, это процедура. На сентябрь у нас было на вчерашнее число 184 упаковки радиоактивных отходов на перевозку, на захоронение. Отправили мы 204, немножко компенсировали те же недостающие 14 упаковок. А на этот, на октябрь месяц у нас 224 упаковки. Если вы видите, мы чуть-чуть наращиваем, стараемся, по крайней мере. Продолжение следует...